Книга «Открытым оком», том 15, вопрос 2918, тема литература. «Считаете ли вы Николая Михайловича Рубцова поэтом и что в нём вам особенно нравится? Почему из его поэзии в свои книги ничего не взяли?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я как раз в эти дни читаю его сборники. «Бедный, несчастный, погибший, жалкий человек. Думаю, что он находится в аду. Сиротство, неустроенность, никакого понятия о нравственности, о душе, о вечности. Работать не хотел, жил на подаянии. Как заброшенное животное скитался и погиб, как отстреленная шатоха собака. Вот воспоминания его жены-сожительницы Людмилы Александровны Дербиной. Которая удушила его, защищая себя от него. А то колобродил по Вологде с Мурной. Расхристанный и знакомая с торопливой готовностью, одалживали ему трёшки-пятёрки, лишь бы не лез со своим душевным неуютом в их благополучный размеренный мир. Запои эти становились всё дурнее, всё безобразнее, просветы всё короче. Летом 70-го ударил кулаком по стеклу, прорезал артерию. Кровь хлистала фонтаном, спасли чудом. Октябрь 70-го. Писательский секретариат в Архангельске. Михалков, Ананьев, Белов. Рубцов учиняет дебош в гостиничном номере. У инструктора ЦК едва потушили скандал. Крещанская ночь 1971-го года. О, Господи! Это была не одна, а две бессонные ночи подряд, когда в слепом, пьяном самосбродстве он швырял в меня всё, что попадётся, когда держал меня у стены под двумя ножами. Тупое терпение вдруг сменялось двериной яростью. «Да я тебя разорву на кусочки!» В яростной схватке за своё достоинство она передавила ему сонную артерию. Август, номер 2-96, страница 17-19. Барнаул, авторский альманах. Газета «Труд», 12-18 января 2006 год, страница 9. Творческая несостоятельность, низкая культура. К вечеру частенько бывал навеселее. Несмотря на маленький рост и хилое телосложение, он отменно дрался. В этом сумасбродном и непрекаянном человеке с женщинами он бывал особенно бесцеремонен. Приходили они с другими ребятами, в нём видели лишь сочинителя стихов, который развлекал их. Не мужчину, а сочинителя. Трудно вообразить себе что-то, что уязвило бы его сильнее. Собеседнику он говорит. «Ты не говоришь, но чувствую, тебе нравятся мои стихи». Рубцов подумал, покивал лысой головкой и тщательно зачесанными набок волосиками. Хозяин ответил, что пригрозил выкинуть гостя, Рубцова Николая, в окно, поскольку он стал хамить Гале, жене. Дома как такового у Рубцова просто нет. Жил где придётся, у кого придётся. Некролог был маленький, в литературной России, без всяких подробностей, и, кажется, без фотографии. Никакие другие газеты, в том числе литературные, не обмолвились о смерти поэта ни словом. Тираж 1 млн 580 тыс. экземпляров Не могу найти у него ни одного стихотворения нужного, полезного для вечности. Он, как Александр Блок, колобродит словами. Подстать на бокову. У меня очень зримое представление его фигуры натуры. Похоже, что он был явно бесноватый и лодырь. Не хотел обеспечить ни себе, ни дочери нормальную жизнь, чтобы работать и одновременно учиться. 35 лет и прожил только. По меркам поэзии стихи его хорошие, и мне они нравятся. Но они все надуманы, ничего в его жизни такого и не было. Он лукавил. Прожил на задворках жизни. А из него героя, как из пьяницы, наркомана и блудника, беспросветного Высоцкого сделали. С ним не то, что в одной комнате, но даже по соседству невозможно было бы жить. И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы «выкидыш счастливее его». Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Серахова 31, 19. Какая польза идолу от жертвы? Он ни есть, ни обонять не может. Глава 23. Непостижимый взору и уму, ты без кого ни слова нет, ни дела. Определяющий предел всему, и только сам, не знающий предела. Нам без тебя ни света, нет ни тьмы. Ты слышишь наши стоны, зришь несчастье. Не видим ты, но все, что видим мы, померкло бы без твоего участия. Ты недоступен для рабов своих, но близок к вышине своей нездешней, целитель жесточайших ран людских, и утешитель боли неутешный. Узри, о Боже, взор мой безутешный, и сердце, что раскрыл я пред тобой. На путь наставь мой разум многогрешный, но будь целителем, а не судьей. Не верю и сомненьям нет предела, и чтоб греха избегнуть, дай мне сил. Мой дух еще не отрешен от тела, и страшен грех, что тело осквернил. Скорблю, что дух и разум не едины, что на добро надежды нет в сердцах. Скорблю, что создан человек из глины, замешанный на низменных страстях. Скорблю, что нас, людей, наш ум усердный не сделал совершение скотов. И грязью мы отмечены, и скверной, и памятью содеянных грехов. Что каждый совершил и что утратил, мутит молитву нашу, застит взгляд. И мы, сжимая плуга рукояти, дрожа от страха, все глядим назад. Мы смертные, пленяемся ничтожным, и не умеем мы глядеть вперед. И в поединке истинного сложным неистинное верх берет. И боль утрат идет во след за нами, и всюду тьма, и пелена у глаз, и приговор возмездия пишет память в суде сознания каждого из нас. О горе! Если Бог наш отвернется, и поразит нас гром его речей, и вечное величие столкнется с мгновенной уничтожностью людей. Расстратил я, гонясь за наслаждением, свой драгоценный дар пропал мой труд. Пусть Божьей справедливости и каменья меня греховного нещадно бьют. Я путь прошел, но свет моих трудов в потемках неусердия был неярок, я не оставил по себе следов. И свет погас, и догорел огарок. Мой слабый ум немногое постиг, я потерял возможность постижения. Я не имел греховный мой язык без права отвечать на обвинения. Чидит лампата, тусклая моя. Мое напоминая нераденье, истерто имя в книге бытия, и вписаны укоры осужденья. Я вижу воина, и смертью жду, церковника я вижу, жду проклятия. Идет мудрец, предчувствую беду, идет гонец, могу лишь горя ждать я. Кто сердцем чист, порог мой обойдет, благочестивый горько упрекнет. Навстречу мне не сделай ты шага. Водой испытан буду, захлебнусь. От испытания зелень не очнусь, услышу тихий шорох, устрашусь. Протянут руку в страхе отшатнусь. Учу я зло во всем, сулящим благо. На пир я буду призван, а не имею ниц, упаду слезами, обольюсь, как будто говорить я не умею. Мне стрелы изнурили, мне стрелы изнутри пронзили грудь. Слились большую рану все сомнения. Терплю я муку, не могу вздохнуть. Ни днесь, ни впредь, не жду отдохновенья. Услышь, о Боже, вопль души моей, последний стон мой, ставший песнопеньем. Стон, слившийся со стонами людей, тебя молящих о своем спасенье. Нас, жалких обитателей земли, ты сам из праха сотворил земного. Что делать нам? Наставь и повели, услышь мое беспомощное слово. Ты, сущий в каждой твари, что живет, превозносимый всякой тварью сущий, покой душевный от своих щедрот, даруй нам в жизни сей, быстро текущий. Григор Нарекаци